Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши программа «По существу». Приближается один из самых любимых наших праздников 23 февраля, поэтому логично, что сегодня у нас в студии военный комиссар Чувашской республики Александр Александрович Макрушин. Добрый вечер! Здравствуйте! Я в вашем лице поздравляю всех военных и всех, кто имеет к этому празднику непосредственное отношение. Желаю всем здоровья, счастья и, да, берегите нас, защищайте! Спасибо, спасибо! Ну, не только военных, но, я думаю, даже и уклонистов, они тоже мужчины, поэтому... И они тоже будут праздновать, тем более день государственный. Александр Александрович, вот как мы себе представляем, мы гражданские представляем себе работу военного комиссариата, это основные направления призыв, работа с допризывниками, с кадровыми военными, с теми, кто находится в запасе. То есть это вот такие основные направления. Что еще мы упустили? Ну, во-первых, есть положение о военных комиссариатах. Оно утверждено верховным главнокомандующим, то есть нашим президентом. Значит, в нем поставлено военным комиссариатом 43 задачи, которые выполняет военкомат. Из них львиная доля больше 30, это в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти. Это огромный пласт работы, если кто-то думает, что это только призыв, нет. Это вопросы очень объемные, это мобилизация. Мобилизация людских ресурсов, мобилизация транспорта. Кстати, я хочу доложить и как бы отрапортовать, что Чувашия в лице военного комиссариата заняла первое место в России среди всех военных комиссариатов по воинскому учету. И от министра обороны главе республики был вручен вымпел за первое место в России. Ну, помимо этого, конечно, это вы традиционно сказали, это и защита густаянная, это и пенсионное обеспечение, это и кадровые, и социальные вопросы. То есть очень большой объем работы, 43 задачи. Они довольно-таки все тяжелые и выполнять нужно работать много. Ну, вот те, которые я перечислила, они, по крайней мере, как-то вот на виду. Их можно оценить. Да, согласен. Призыв, да, призыв. Он всегда на виду. Увидеть всем. Вот поэтому начнем с призыва. Есть ли какие-то новшества, которые касаются весенней призывной кампании? Вы знаете, нет. Ничего такого нет. Хотя в прессе постоянно показывают, и об этом говорит наш министр, что все-таки будут пересматриваться отношения к студентам. То есть прохождение военнослуживания, студенты будут осуществляться по таким направлениям, как, допустим, рядовой там год будут учиться, и учиться там, и в летом проходить сборы. То есть там на сержантский состав чуть больше, на офицера. То есть это пока в приказном порядке этот призыв не будет осуществляться, но это прорабатывается, и, я думаю, в самое ближайшее будущее этот вопрос решится. То есть уже можно ждать, скорее, к осеннему призыву? Да, да, да. Потому что сейчас приходом все-таки министра нашего все решается очень оперативно, правильно, и вот как-то вот все сдвинулось с того, что стояли в тупике мы. Ну, у вас вообще очень много изменений в ведомстве, очень интересных, все за этим наблюдаем. Скажите, а сколько человек планируется призывать в Чувашии весной? Есть какие-то контрольные? Да, да, да. Конечно, контрольные. Во-первых, это наши возможности, мы их передаем в штаб округа. Потом в апреле мы получим непосредственный наряд. Ну, вот наши возможности вот на эту весну мы показали где-то 2-100. Как правило, всегда весной больше призыв, осенью меньше, ну, где-то в порядке 2-100 мы должны выполнить. Ну, и, соответственно, наряд, он, как правило, всегда не превышает. Но в исключительных случаях, когда действительно где-то там провалы в других субъектах, тогда, конечно, в последний момент нам дают, чтобы выровнять так. Но мы всегда наряд выполняли традиционно и помогали традиционно. И, то есть, мы в этом плане хорошо котируемся и выполняем все поставленные задачи. С каждым годом, вот насколько я помню, даже по нашей с вами совместной работе, с каждым годом увеличивается количество призывников, которых отправляют в такие элитные войска. То есть, это не только президентский полк, это какие-то там, где требуется особая физическая подготовка, особое состояние здоровья, хорошая крепкая нервная система. Вот за счет чего у нас становится больше таких молодых людей? Это их желание и устремление? Вы знаете, я понял у вас вопрос. Хорошо, что вы задели как раз президентский полк. Не каждому субъекту, в частности, нашим соседям, такая честь удостоена отправки в президентский полк. 15 человек каждый год мы осенью отправляем. И, помимо этого, да, у нас действительно увеличиваются наряды на элитные десантные, в десантные войска, в спецназ ГРУ, в спецназ МВД. И я вижу в этом огромный результат той работы, которая проводится в республике. Начали давать, как бы, фоки заработали, и если сначала они только начинали, то сейчас уже пошел результат. У нас стало больше мастеров спорта, то есть больше ребята стали спортивными. У нас проводятся такие мероприятия, которые не проводятся во многих других субъектах, как Зорница, Орленок. То есть вот это все и есть конечный показатель того, что мы отправляем, мы востребованы, наши чувашки-ребята востребованы в элитных войсках. То есть это вот оценка как раз такой работы, работы с допризывниками. Да, да, да. Это та работа, о которой я говорю, что мы ее проводим совместно с другими ведомствами. Александр Александрович, а служба по контракту, насколько популярна у жителей Чувашево? Насколько востребована? Ну, я скажу, да, востребована. Мы в прошлом году отправили более тысячи человек на службу по контракту. К примеру, в позапрошлом было? В позапрошлом было в порядке 700. Но это, знаете, все-таки благодаря чему? Первое. Увеличилось денежное довольствие. Основной определяющий фактор, потому что молодому человеку нужно где-то зарабатывать. Ему нужно плюс социальные льготы, квартиры, жилье, социальные гарантии и так далее. То есть это все вкупе. Из-за этого человек выбирает свою профессию. И именно изменилось немножко. Пресса изменила. Во многом отношения все-таки раньше был негатив, сейчас пошел позитив. Реально, он на самом деле такой, что в армии, вы же знаете, что сейчас, допустим, не занимаются уборками, наряды по столовой. Нет, это же все отменили. Люди занимаются конкретно боевой подготовкой. Утром встал, он не идет, плац сместил, он идет на зарядку. Потом занятия, физическая подготовка, самоподготовка. То есть вот сейчас все солдат должен заниматься боевой подготовкой, а не подметать и картошку чистить. То есть на это уклон сделан. Поэтому ребята сейчас с удовольствием идут в службу на контракт. И я скажу так, что наряд у нас был менее тысячи, а мы приблизительно где-то около 1200 человек отправили. – Какие войска чаще всего выбирают контрактники и какие регионы? – Ну вот знаете, контрактники, конечно, больше привязываются там, где они живут. Это есть особенность, специфика. У нас, допустим, здесь в Морел есть часть, в которую очень много идут. Ну и, конечно, Таджикистан традиционно 201-я база, потому что это заграница, это другое денежное довольствие, условия и так далее. Ну и элитные войска, конечно, ребята, те, которые действительно подтянутые, спортивные, они все-таки десант, десантно-штурмовые бригады. А также спецназ ГРУ очень тоже популярностью пользуется. – Моряки? – Моряки традиционно, особенно Северный флот, наши ребята там служат, и зарплата у рядового, у матроса до 72 тысяч доходят. – Ну, кстати, вы можете пользоваться возможностями нашего телевидения. – Нет, реклама, она существует, мы это все делаем. Реально ребята идут, это востребованная военная сейчас специальность. Вот, плюс сейчас мы где-то, в предыдущем году у нас наряд где-то на 500 человек именно по военным учебным заведениям пришел. Вот мы сейчас уже 250 набрали ребят, которые пойдут в военное учебное заведение, потому что в предыдущие годы не набирали. Военные училища стояли, ничего не работало. Вот, сейчас все это востребовано, и еще где-то каждый день эта цифра увеличивается. Престиж армии, службы в армии, он намного увеличился, и сейчас не то, что там отбоя нет, но желающих достаточно много. – То есть вот уже таких проблем, как было несколько лет назад, ну там лет 10 назад, когда фатально бегали все и косили, такого уже нет. – Я согласен, да, да, да. – То есть вам стало легче работать? – Легче, легче, но все равно. – Вы все время говорите про ребят, а барышни не просятся в армию? – Барышни просятся, но я хочу сразу здесь сказать, что первое, значит, по призыву барышни мы не призываем. По контракту мы призываем, значит, за прошлый год 39 девочек пошли на службу по контракту. Вот, с прошлого года уже, даже с позапрошлого начали набирать военные учебные заведения. Это такие, как Академия Космическая, это такая, как Академия Связи, это такая, как Медицинская Академия, и даже Рязанское воздушно-десантное училище. – Наши девочки и там есть. – Вертолетчицами? – Нет, десантное училище, десантное, да-да-да, это Сызрани вертолетное. Пока вертолетчиц нет, но в десантное, в обеспечении десантных войск, там есть специальности, которым девушки допущены. Ходят в тельняшках, красиво. – Интересно. – Интересно, да. – Сейчас завершился месячник обороны массовой спортивной работы. Как Вы оцениваете его результаты? Какие-то новые формы, возможно, были использованы? – Ну, месячник военно-патриотической работы, ну, во-первых, он еще не завершился. Он завершается 25-го числа. Значит, в этом году на что были поставлены акценты? Ну, первое, это, конечно, 70-летие блокады. – Это 25-летие вывода. Вот. Немножко новые формы появились. Здесь очень много стали внимания пресса уделять. Помимо этого, значит, в республике вот очень развивается сейчас кадетское движение. У нас уже есть две школы, и у нас уже 50 классов именно кадетских. Поэтому эта работа ведется, и она не то, что месячник в этот. Вот. Месячник, да, какие-то результаты мы подводим итоги, а она ведется постоянно, ежедневно. – Ну, вот как Вы оцениваете все-таки результаты работы? Ну, допустим, за весь предыдущий год? – За весь предыдущий год. Ну, я хочу сказать так, что, конечно, положительно. Положительно. Положительно, почему? Потому что наши ребята, мы уже говорили эту тему, что мы востребованы. И один из этих факторов – это морально-психологическая подготовка ребят. Это тестирование, они проходят, ну, совсем уже другой уровень. Вот это и есть показатели вот этой работы, которая проводится в школах, в классах и так далее. – Александр Александрович, как много у нас в Чувашии ветеранов боевых действий, участников боевых действий, кроме, разумеется, ветеранов Великой Отечественной войны? Это вот Афганская война, Чеченская война, другие конфликты? – Вы знаете, я так хочу сказать, что немножко будет даже проблематично посчитать, потому что мы всегда говорим о чем? Мы говорим, это война в Афганистане, это такие, как наведение порядка конституционного – это в Чечне. Но вы знаете, очень много войн, в которых мы принимали участие со границы. Вот, допустим, я в Африке воевал, там было. – Вот я как раз об этом, да. То есть, таких локальных войн, Абхазия, Южная Осетия, локальных войн, их очень много, чтобы вот это вот все собрать. Но у нас достаточно много, более трех тысяч, достаточно много людей, которые имеют боевой опыт, которые держали в руках оружие, которые воевали. – Вот их боевой опыт как используется? Вот вы, допустим, по своей линии каким-то образом привлекаете их? – Знаете, я хочу так сказать, этот боевой опыт, он, ну как он может использоваться? Я только единственное скажу, что человек, который держал в руках оружие, человек, который выполнял боевые задачи и не считался со своей жизнью, с лишением воинской службы и так далее, он, как правило, ну в первую очередь порядочный, у него есть чувство ответственности, чувство долга. На этого человека можно положиться. Если этот человек, допустим, участвовал в боевых действиях, я с удовольствием его всегда и рекомендую куда-то, или к себе возьму. То есть, это надежные, патриотичные люди. – Ну что ж, Александр Александрович, спасибо вам большое за интересный разговор. И еще раз с праздником вас и в вашем лице всех, всех-всех-всех, да, всех защитников Отечества. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо большое. – Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»